Господин Карасев сомневается, война это у нас не война. Вот мурзилка, которую назвал господин Луценко. Программа деятельности уряду, которая была вросла на журналистам. Я открываю его и читаю сразу же. Загроза незалежности. Это ключевые выклоки нашей державности. Российская, войсковая, экономичная и информационная агрессия. Это что война? Далее. Войсковые, войсковые втраты экономики. И поехали, войсковые втраты. Цена война, слово войсковые имеет инше значение. ЦПП, далее. Все те реформы, которые мы обсуждаем, сокращение социальных стандартов, возможные выплаты. Да, они скорее всего будут. Проблема, что власть сама себя загнала в тупик. Не называя войну войной, мы апеллируем к тому, что стандарты упадут. А как вы хотите жить в ситуации, когда все плохо? Реально, все плохо. У нас АТО со статусом непонятной войны или перед. Потому что ваш президент вывел половину золотовалютного запаса. Какой мой президент? У меня президент на сегодняшний день, Петр Алексеевич Парасов. Тот, который был вашим. Которого избрали. Это во-первых. Как у всех. А я не знаю, какой у вас. Далее. Первый президент Чехословакии, господин Масарий, сказал одну простую вещь. Его принцип был. Не бояться и не красть. Вот Петру Алексеевичу нужно не бояться, а правительству не красть. Тогда у нас не нужно будет сокращать социальные стандарты. А коронавирус? Господин Луценко, 27-го. Сейчас буквально. У нас Луценко занята сегодня. Все его цитируют. Вот я сейчас буквально его прекрасный пост в Фейсбуке. Вот, вот, вот. 29 ноября. Неможливо не визначити две ключевые проблемы попереднего Кабмину. По-перше, за 8 месяцев он так и начал реформу. И посилания на войну не принимаются. Навпаки, в этот критический час только радикальные реформы есть шляхом до перемоги. Это первое. Другая проблема. Корупция. Сотни миллионов и далее распространяются практически в каждом ресурсном министерстве. Хабарничество залишается питомой ознакомой влады. Диучей влады. Вот, про что нужно говорить сейчас.